продолжаем чтение книги к истинному православию игнатия тихоновича лапкина глава о семье часть вторая вот какой закон был у израиля а теперь и у некоторых горных народов цитата если после брачной ночи не найдется девство от раковицы то от раковицы пусть приведут к дверям дома отца ее и жители города побьют ее камнями до смерти ибо она сделала срамное дело и так истреби зло из среды себя книга второзакония 22 глава 20 21 стихи сегодня пожалуй и хоронить некому будет наклонность женщины к блуду узнается по поднятию глаз ее и век ее над бесстыдной дочерью поставь крепкую стражу чтобы она улучивший послабление не злоупотребила собою книга пророка сирахова 26 глава 12 стих дочь для отца тайная и постоянная забуда и попечение о ней отгоняет сон в юности ее как бы не отцвела а в замужестве как бы не опротивила над бесстыдной дочерью усилен отзор чтобы она не сделала тебя посмешищем для врагов притчу в городе и упреком народе и не осрамила тебя пред общество сирахова 42 глава с 9 по 11 стихи как бы не осквернилась и не сделалась беременной в отцовском доме в замужестве чтобы не нарушила супружеской верности а сегодня матери сами приводят детей малюток учиться танцам в училище разврата горе тебе бедная за то что украшала дочерей твоих блудодеяний чтобы они нравились и славились у любовников твоих которые всегда желали блудодействовать с тобою 3 книга ездрин 16 глава 47 стих старшие должны подбирать невесту сыну своему цвета и так сын мой люби братьев твоих и не превозносись сердцем перед братьями твоими и перед сынами и дочерями народа твоего чтобы не от них взять тебе жену потому что от гордости погибель и великое не устройство а от непотребства оскудения и разорения непотребство есть мать голода не готовит а 4 глава 13 стих и возрел господь бог на землю и вот она растлена ибо всякая плоть изратила путь свой на земле и призвал исаак якова и благословил его и заповедал ему и сказал не бери себе жены из дочерей ханаанских книга бытие 6 12 28 1 и жил израиль сетями и начал народ блудодействовать с дочерями мало числа 25 1 не должна быть блудницы из дочерей израилевых и не должно быть блудника из сынов израилевых второзакония 23 17 вторые родители свекровь теща должны быть почитаемы потом сказал дочери своей почитай твоего свекра и свекровь теперь они родители твои желаю услышать добрый слух о тебе и поцеловал ее и едно сказала то и возлюбленный брат до восставит тебя господь небесный и дарует мне видеть детей от сары дочери моей дабы я возрадовалась пред господом и вот отдаю тебе дочь мою на сохранение не огорчай ее книга тавита 10 глава 12 стих и жена берется не для секса но для деторождения и ныне господи я беру сию сестру мою не для удовлетворения похоти но поистине как жену благоволи же помиловать меня и дай мне составиться с нею книга тавита 8 глава 7 стих девица вышедшая из благословения своего отца отлучается от церковного общения на три года правило василия 38 после смерти супруга или супруги а разрешается второй брак как врачество против блуда а не напутствия сладос сластолюбию василий великий 37 правило пресс-фитеру на браке двоеженца не должно пиршествовать седьмое правило неокисарийске двоеженцы отлучаются на год и на два правило василия великая четвертая третий брак после смерти одного из супругов есть нечистота в церкви но лучше любодеяния и допускается на троебрачия нет закона посему третий брак не составляется по закону а таковые дела взираем как на нечистоты в церкви но всенародному осуждению он их не подвергаем как лучше нежели распутное любодеяние правило василия великого 50 и отлучаются на пять лет правило василия 4 80 четвертого брака нет это скотство если вдова после 60-летнего возраста выйдет замуж ее отлучить как рассверепевшую вдову причтенную в число вдовицу то есть от церкви снабдеваемую апостол повелевает оставите без попечения если посягнет за мужа а для мужа овдовевшего не положено никакого закона давлеет для него эпитемья двоебрачных вдова 60-летняя если паки восхощет сожительствовать и мужу да не удостоится при общении святыни да кони не перестанет от страстные нечистоты если же прежде 60 лет причтем ее в число вдовиц то наша вина а не жены сия правило василия 24 кандидат священники должен брать только девицу но не артистку в жену он должен брать девицу из народа своего вдову или отверженную или опороченную или блудницу не должен он брать но девицу из народа своего должен он брать в жену книга левит 21 глава 13 14 стихи взявшие в супружество вдову или отверженную от супружества или блудницу или рабыню или позорящую актрису не епископом не пресс-фитером не диаконом никем списке священного чина посольское правило 18 но если жена его впадет в прелюбодеяние он должен или оставить ее или сложить сам если жена некого мирянина прелюбодействовав прелюбодействовав обличена будет в том явно то он не может прийти в служение церковное если же по рукоположении мужа впадет в прелюбодействовав то он должен развести с нею если же сожительствует не может касаться служения ему поручено некий советское правило восьмое жена жившие с иным вновь к первому мужу не может вернуться говорят если муж отпустит жену свою и она отойдет от него и с отделается женою другого мужа то может ли она возвратиться к нему не осквернилась ли бы этим страна то а ты со многими любовниками блуда действовала и однако же возвратилась ко мне говорит господь трог или мир 3 глава 1 стих если дочь не воспитывается в христианской строгости то получается жена чей портрет на каждом шагу многие собратились пути через красоту женскую от нее как огонь загорается любовь отнюдь не сиди с женою замужнюю и не оставайся с нею на каму за вином чтобы не склонилась к ней душа твоя и чтобы ты не поползнулся духом в погибель можно пережить всякую рану только не рану сердечную и всякую злость только не злость женскую соглашусь лучше жить со львом или драконом нежели жить злою женою злость жены изменяет взгляд ее и делает лицо ее мрачным как у медведя сядет муж ее среди друзей своих и услышав о ней горько вздохнет всякая злость мала в сравнении со злостью жены жребий грешника допадет на нее что восхождение по песку для ног старика то сварливая жена для тихого мужа не засматривайся на красоту женскую и не походствуй на жену досада стыд и большой срам когда жена будет преобладать на своим мужем сердце уныло и лицо печально и раносердечная злая жена опущенные руки расслабленные колено жена которая не осчастливит своего мужа от жены начало греха и через нее все мы умираем не давайте воде выхода не злой жене власти не сиди среди женщин ибо как из одежд выходит моль так от женщины лукавство женское лучше злой мужчина нежели ласковая женщина которая стыдит до поношения книга серахова 25 глава 15 по 23 стихи 42 глава 13 стихи не будь ревнив к жене сердца твоего и не подавай ей дурного урока против тебя самого не отдавай жене души твоей чтобы она не восстала против власти твоей болезнь сердца и печаль жена ревнивая к другой жене и бич языка ее ко всем прирожающийся движущиеся туда и сюда воловья ермо злая жена берущий ее тоже что хватающий скорпиона большая досада жена преданная пьянству и она не скроет своего срама кроткая жена дар господа и нет сыны благовоспитанной душе благодать на благодать жена стыдливая при худой жене хорошо иметь печать и где много рук там запирай серахова 26 глава 7 стих и 42 глава 6 отвращай око твое от женщины благообразной и не засматриваясь на чужую красоту серахова 98 всякий кто смотрит на женщину с вожделением уже прелюбодействовал с нею сердце свое матфея 528 кто разводится женою своей кроме вины кроме вины любодеяния тот подает ей повод прелюбодействовать и кто женится на разведенной тот прелюбодействует евангелие от мотфея 5 глава 31 стих жены повинуйтесь своим мужья чтобы те из них которые не покоряются слову житием жен своих без слова приобретаемы были когда увидят ваше чистое богобоязненное житие и вы мужья обращайтесь благоразумно жеными как с немощнейшим сосудом оказывая им честь как санаследницам благодатной жизни дабы не было вам препятствия в молитвах 1 послание петра 3 глава 1 по 7 стихи во избежание блуда каждый имей свою жену и каждая имея своего мужа муж оказывай жене должное благорасположение подобно и жена мужу жена не властно над своим телом но муж равна и муж не власти над своим телом но жена первое послание к коринфянам 7 глава с 1 по 4 стих разведенный до смерти супруги не имеет право жениться 1 коринфянам 7 глава 39 стих и послание о римлянам 7 глава смотрение ножом порнофильма открытки считалось равным что иметь на плечах собачью голову житие пахомия память 15 мая вторая книга царств 3 глава 8 стих а винир же сильно разгневался на слова и васфеи сказал разве я собачья голова я против иуды оказал ныне милость дому саула отца твоего братьям его и друзьям его и не предал тебя в руки давида а ты взыскиваешь ныне мне за грех из-за женщины стыдливость была такой что стыдились показать больное тело врачу святая агафия житие память 16 апреля святая макрина память 19 июля цитата нет ничего страшнее блудного греха говорит святой мифон на этом мытарстве после смерти погибает больше душ чем на остальных 19 митарствах испытаниях породу греха пьянство языки и другие женам запрещалось смотреть в открытый алтарь василий великий память 1 января через женщину дьявол много делает зла учит арсений великий чтобы понять прогресс целомудрия одежды вспомним житие иакова низим память 13 января увидевшего девиц с голыми ногами и непокрытыми головами которых покарал так что они тотчас посидели если самый брак должен быть освещаем покровом и благословением священническим то как может быть брак там где нет согласия и веры амбросий медиаланский учи жену страху божию и все потечет к тебе как из источника и дом твой будет исполнен многими благами златоуст это и расстраивает всю вселенную что мы не родим о собственных детях заботимся об их имуществе а душою их пренебрегаем что является крайним безумием нам нет извинения если дети у нас развращены если бы отцы тщательно воспитывали своих детей то не было бы ни судилищ ни наказаний старайся научить сына презирать славу настоящей жизни от этого он будет славнее и знаменитее как никто не может рассчитывать на оправдание и снисхождение в собственных грехах там так нет оправдания родителям в греха детей златоуст на сегодня все продолжение следует